Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. На днях я показывал опыт с интерференцией ультразвука от двух источников, а когда его сделал, подумал, а какие еще можно показать опыты, в которых проявлялись бы волновые свойства звука, аналогичные волновым свойствам света. Подумал и понял, что можно попробовать сделать опыт зонной пластинкой френеля. И сейчас я расскажу вам, что это такое, и покажу, как она работает. Давайте сначала сформулируем задачу. Вот здесь у меня имеется два ультразвуковых элемента, которые могут служить как передатчиком, так и приемником ультразвука. И задача состоит в том, чтобы между ними расположить устройство, которое волны звуковые, расходящиеся от передатчика, собирало бы и фокусировало на приемнике. Такая акустическая линза. Ну и в принципе можно было бы пытаться сконструировать ее по принципу оптической линзы. То есть это была бы такая чечевица, внутри которой звук распространялся бы медленнее, чем в воздухе. Но это сделать довольно сложно. Мы в этом убедились несколько лет назад, когда ребята из команды школы Пифагора, который руководил, решали задачу на эту тему в рамках турнира юных физиков. А вот сделать зонную пластинку оказывается гораздо проще. И сейчас я расскажу о том, что это за устройство, как оно работает. Итак, пусть у нас имеется источник и приемник. И мы хотим поставить это фокусирующее устройство на расстоянии А от источника и Б от приемника. Ну удобно всю длину А плюс Б обозначить одной буквой Л. И дальше делаются такие непрозрачные кольца. Следующим образом, чтобы путь от источника до внутреннего обвода непрозрачного кольца и до приемника, вот этот первый путь через край первого кольца, составлял Л плюс половина длина волны. Следующий путь через наружную точку первого непрозрачного кольца Л плюс длина волны. Следующий путь Л плюс три вторых длины волны и так далее. Каждый раз по половине длины волны прибавляется. А что нам это дает? А дает нам это то, что все, что попало в первую прозрачную зону, оно расходится по фазе не больше, чем на лямбда пополам. Поэтому по принципу Гюгенса после переизлучения из этой зоны все, что сюда придет, оно соберется ну как бы не в одной фазе, но разойдется по фазе не больше, края разойдутся не больше, чем на 180 градусов фазовых. Ну и это означает, что все эти лучи будут усиливать друг друга. А все, что ослабляло бы, оно будет осечено первым непрозрачным кольцом. Дальше следующее прозрачное кольцо. Там по отношению к тому, что прошло через внутренний круг, набег фазы составляет 360 градусов, одну длину волны. Так что все, что переизлучается этой зоной, оно сфазировано с тем, что переизлучается центральной зоной. А дальше то, что давало бы ослабление, снова вырезается непрозрачным кольцом. И таким образом все непрозрачные кольца вырезают ослабляющую часть, а все прозрачные дают волны, складывающиеся друг с другом и усиливающие друг друга. Ну, дальше остаются вычисления, их опущу. Ну, во-первых, удобно все-таки фокусные расстояния ввести, так же, как для обычной линзы. Единица на f здесь есть, единица на a плюс единица на b. Ну и тогда мы радиусы эти посчитаем. Если углы невелики, то радиусы считаются под такой приближенной формуле. Значит, это корень квадратный из n, номер окружности соответствующий, умноженный на фокусное расстояние и умноженный на длину волны. Значит, радиусы растут пропорционально квадратному корню из их номера. И вот я вырезал такую пластинку для данной длины волны ультразвука 8,7 мм и для данного расстояния между источником и приемником 30 см, чтобы она стояла пополам в 15 см от того и другого. Ну, соответственно, она рассчитана на фокусное расстояние 7,5 см. И сейчас мы посмотрим, как она работает. И тут я должен сказать, что при таком примитивном устройстве установки настроить ее оказалось не совсем просто. Потому что эта зонная пластинка очень хорошо фокусирует звук совсем в небольшое пятнышко. Ну и поэтому стоит ее чуть-чуть наклонить неправильно или сместить в ту или иную сторону. И фокусировка происходит уже не на приемнике. Но когда все хорошо настроено, посмотрите, что у меня получилось. Вот этот сигнал получен был без пластинки. А вот этот с хорошим правильным расположением пластинки. Он вырос по амплитуде в целых 5 раз. А это значит, что по энергии, которая пропорциональна квадрату амплитуды, он вырос в 25 раз. Фокусировка оказалась великолепной. И вот я показал все, что хотел. А если у вас есть еще какие-то идеи по опытам, так сказать, с ультразвуковой оптикой, пишите их в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok